Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. То есть 4,5% от общего числа потенциальных банкротов. В Кировской области 3,5 тысячи человек оказались под угрозой стать несостоятельными. Это менее 1% общего числа заемщиков. Процедура банкротства введена в отношении 223 граждан и ИП. Программа Экономика. Банкиры продолжают судиться с собственниками Джимола. Кредитор обратился в арбитражный суд с гражданским иском к четырем компаниям, которые являются владельцами торгового центра. Он требует выплатить неустойку 15 миллионов рублей по нескольким кредитным договорам, заключенным в 2011 и 2013 годах. Предварительное судебное заседание по делу состоится 12 февраля. В прошлом году собственники Джимола подписали мировое соглашение с банком-кредитором. Они признали свои обязанности по кредиту в сумме более 34 миллионов рублей и обязались заплатить до 2021 года. Но после этого они продолжили уклоняться от платежей по графику. В ноябре было заключено новое соглашение. Компании должны были уже 44 миллиона. 200 миллионов рублей дополнительно рассчитывает получить область на путепровод. Об этом заявила глава города Елена Ковалева. По ее словам, на этот год федеральный бюджет выделил на работу 800 миллионов, но власти ведут переговоры о том, чтобы увеличить финансирование до 1 миллиарда. В устной форме договоренности уже существуют. Сейчас необходимо их оформить документально, говорит Ковалева. Дополнительные ассигнования позволят завершить установку всех опор, путепровода, монтаж пролетов и насыпей. Строительство планируют завершить в 2019 году, а в этом открыть движение по улице Комсомольской. В целом проект оценивается в 3 миллиарда рублей. Сейчас освоено полтора. В завершении о валютах на сегодня доллар стоит 56.39, евро 69.45. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.